Мы закончили ремонт серого пылесада, но спираль интриги нашего видео закручивается с неимоверной силой. Когда мы заканчивали ремонт пылесада этого, к нам еще параллельно с этим приехало еще две штуки. Поэтому давайте на сегодня мы закончим видео с серым пылесадом, а следующее видео мы посмотрим о том, как мы ремонтируем белый пылесад с очень похожей проблемой. Похоже, у них какой-то огромный косяк привозных пылесадов. Ну и как обещали, продолжение. Это у нас точно такой же пылесад, только белого цвета 2020 года выпуска, с пробегом тоже порядка 62 тысячи километров. И у них у всех одинаковые пробеги с этой проблемой. На всех этих автомобилях есть мочевина. Это пылесады привозные из Кореи. И скорее всего, вся эта проблема, по нашему мнению, связана именно с наличием этой мочевины, потому что автомобиль не предназначен и не был амалогирован или подготовлен для продажи на нашем рынке. Итак, кратинечка предыстория здесь следующая. Владелец купил этот автомобиль год или полтора назад, ездил на нем долго и счастливо, без проблем, без каких бы то ни было. И тут вдруг однажды он ехал с работы домой, турбина засвистела. Он приехал в ближайший сервис, ему продиагностировали и сказали, что она заклинила, кончилась, здесь нужно ремонтировать мотор. Поэтому он не решился оставлять его в том сервисе, позвонил нам и приехал. Поэтому мы сейчас сделаем следующее. Поскольку клиент приехал сюда на эвакуаторе, мотор он не заводил. В сервисе ему сказали, что полный кулек у него этого масла. Мы сейчас все это дело проверим. Поэтому мы сейчас только считали коды неисправности, их там нету. А нету их потому, что, во всей видимости, здесь еще и аккумулятор разрядился. И, возможно, те ошибки, какие были, они стерлись из блока управления. Но если бы было что-то серьезное, наверняка бы осталось. Поэтому мы сейчас снимаем турбокомпрессор, осматриваем его, делаем предварительные выводы о причине выхода его из строя. Экология с клиентом согласована уже однозначно, что мы ее удаляем полностью всю. И после того, как мы все это отремонтируем, соберем, поставим, мы замерим давление масла. Потому что сейчас давление масла мерить мы не можем. Это может привести к поломке двигателя. Поэтому давайте начинать. Поехали. А при обращении в наш технический центр входящая диагностика у нас бесплатно. А, да, обрыв. Болтается, а не вращается. Мы не увидим. Давай снимем до конца. Уже там на столе полностью сняты. Разберем, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, хорошо, что мы ее не заводили. Иначе бы все это дело могло загореться. А такая же штука у него находится и в интеркулере. И если вот с такой неисправностью попытаться завести двигатель, он может пойти в разнос. То есть у тебя неконтролируемо будет поступать туда это масло во впуск, оно там будет загораться и мотор может развалиться на куски. Так, турбину сняли. Давайте посмотрим, что у нас с ней. Особо так не видать, чтобы по лопаткам что-то попало. Ладно, дождемся разбора. Не будем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чистый относительно. Бывает так, что мы вскрывали, а там забито все было насмерть. Или в масле, да. Все это летело туда потом во впуск и наставал конец турбине. Но здесь все живое, ладно. Дождемся разбора турбины. Попробуем вылить, но можем не увидеть, потому что... Ну там из него уже все вытекло. Много мы его там не увидим. Почему? Потому что конструктивно интеркулер стоит вертикально. И когда ты его разбираешь, снимаешь, с него уже масло все стекает. Поэтому в данном случае мы видим только остатки. Но мы до этого видели в выпускном коллекторе лужу масла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разобрали турбину. И стала понятна картина происшествия, из-за чего все это дело произошло у нас, поломка это все. Со слов клиента, машина у него была чипованная, перепрошитая. И, скорее всего, была перепрошита неправильно. Программа неправильно была установлена. В результате чего у турбины был постоянный передув. В результате этого передува было повышенное давление на турбинное колесо. В результате чего вал постоянно смещался туда вперед, к холодной части. Из-за этого образовалась огромная выработка на упорном подшипнике. Дальше больше. Из-за того, что было постоянное смещение и выработка, был изгиб вала, который, в конце концов, достиг критических значений и стал задевать за горячую часть. В результате колесо вот таким вот образом покоцанное. В один прекрасный момент все это тело заклинило, и вал сломался. Единственное повезло только в том, что жива осталась в геометрии по каким-то неясным нам причинам. И сейчас еще пойдем проверим актуатор, работает он или нет. А так, в принципе, вот картина налицо. То есть к нему претензий нету сейчас? Ну вот, видишь, он обучаемый. Ага. Не, ну проблема-то вся в том, что из-за чего у него эта турбина-то вышла из строя. Из-за того, что перепрошили неправильно, там какой-то чип-тюнинг сделали? Да, потом уже вот он, актуатор работает нормально. Понятно. В общем, весь... Изначально проблема была и в неправильной калибровке. Прошивки, вернее, автомобиля. Если бы ничего не делал, он бы ездил долго и счастливо. Да. Клиент уезжает, гипс снимают, поэтому до конца показать вам, что произошло с автомобилем, мы не сможем. К сожалению, ну клиенту было принято такое решение, что автомобиль он забирает и будет ремонтировать его где-то в другом месте. О причинах порассуждаем чуть попозже. А теперь давайте подведем итог, как и обещали. Клиент не стал ремонтировать у нас свой автомобиль. Объясню почему. Почему? Изначально при приемке этого автомобиля в ремонт мы озвучили первоначальную сумму. Исходя из поломки этого автомобиля, мы понимали примерный объем работ, который нам предстоит сделать. Он и был озвучен клиенту. И в 9 случаях из 10 эта сумма изменилась бы не очень сильно. Но в данном случае после демонтажа трубокомпрессора мы увидели весь объем работ, который предстоит выполнить. Там оказалось еще, помимо обломанного вала, еще и масло нагнало во впускной коллектор. Что, в принципе, не часто у нас бывает. Как правило, при таких поломках масло все остается в интеркулере. Впускной коллектор остается относительно чистым. Там же стоял прям уровень этого масла. И второе, клиент потом позже рассказал, что автомобиль у него чипованный. И для того, чтобы вернуться к заводским настройкам, чтобы обратно прописать все на заводскую программу, но только без учета экологии, это нужно будет сделать, чтобы не возникло повторной поломки. Эта программа тоже стоит денег. И когда на круг посчитали весь объем работ, который нужно будет выполнить для восстановления его автомобиля, сумма, естественно, увеличилась. И клиент не был готов заплатить такую сумму, поэтому он его и забрал. Но здесь уже все зависит не от нас, а от клиента. И еще один вопрос, который хотелось бы обсудить. Очень часто под нашими видео вы пишете комментарии и задаете следующий вопрос. Почему забивается экология? Понятно, что причиной поломки трубокомпрессора является забитая экология. А вот ответы на то, почему забивается экология, мы как раз и не даем. И в этом видео давайте как раз и поговорим об этом. Но заранее хочу сказать, что я посмотрел интернет, провел кучу времени, покопался во всех этих материалах. Не буду вас утомлять формулами, какими-то заумными названиями, поэтому расскажу гораздо проще. Итак, с введением в 2016 году Евро-5 потребовалось ввести новый ГОСТ для дизельного топлива. Я порылся в интернете и нашел этот самый ГОСТ. И он немного отличается от европейского стандарта, на основании которого этот ГОСТ и был введен. Что самое интересное, в нашем ГОСТе написано, что допускается выпуск в оборот топлива экологических классов К3, К4, К5. И у этих классов совершенно разное содержание серы. Причем различается оно очень сильно. И если ты себе двигатель Евро-5 заливаешь топливо класса К3 с содержанием серы 350 мг на килограмм этого самого топлива, то сажевому фильтру твоему придет конец. Так теперь самый главный вопрос, а как тебе узнать, какое топливо тебе заливают на заправке? Потому что из этих трех стандартов это прекрасно. Но на колонке у тебя стоит только один заправочный пистолет с одним видом топлива, максимум с двумя. И что тебе заливают в данный момент в бак, ты совершенно не знаешь. Даже могут заливать тебе и К5, только что до этого было в этой колонке залито, тоже никто не знает. Поэтому что делать с этим? Никто не знает. Вот и получается, что клиент оказывается в такой ситуации, что купил он себе новую хорошую машину, пробег у него минимальный, но за 20-30 тысяч он себе забивает свою экологию насмерть. Вот как-то так. Ну а на этом мы закончили ремонт белого полисада. Если вы со мной не согласны, пишите в комментариях, давайте это обсудим. Вам, естественно, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну и с вами был я, Роман, и группа компании Снедков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok